Дело влезется к полудням, полудня пятницы 20 апреля. Добрый день, в эфире программа Дневной Разворот. Вас приветствует Николай Голиков и Владимир Сметанин. Да, как обычно у нас сегодня будет программа Культпоход после 12.05, но там у нас будет сегодня такой комплексный поход, путешествие. Радио-путешествие в эко-усадьбу, я бы сказал. В эко-усадьбу под названием А6. И хозяйка эко-усадьбы у нас будет в гостях Светлана Шилова. Ну, я думаю, вы с ней прекрасно уже знакомы. Да, много раз она у нас была в эфире, много раз мы говорили об этом. Есть новшества там, новые какие-то предложения для посетителей эко-усадьбы. Напоминаем, что находится она в районе. Я все путаю. Как правильно ударение-то ставить? От слова Суна. Да. Говорят и Сунский, и Сунской. Я все время забываю, было каким-то распоряжением правильно поставлено, но я забыл, как именно. То есть какая-то филологическая комиссия собиралась. Да, собиралась комиссия. И прямо решали, где ударение ставить. Раньше был то ли Сунский, стал Сунской, то ли раньше был Сунской, стал Сунский. Это хоть убейте, не помню. Мне привычнее как-то Сунской как-то называть. Ну, Сунской тоже как-то говорю. Вот само собой говорится. Главное, что в ударении в слове «ошеть» мы понимаем, где оно ставится, да? Ну, даже если не скажешь «ошеть», тебя все поймут. Так что будет у нас обычный розыгрыш. Мне нравится такая фраза. По-русски говорят для того, чтобы вас понимали. Если вас понимают, значит, вы правильно говорите по-русски. Так ведь? Ну, мы же понимаем друг друга, да? Мы понимаем друг друга. Главное, что и слушатели нас иногда понимают. Я думаю, что небольшой переход к культпоходу мы сделаем уже в конце этого часа. Программа «Дневной разворот». Разыграем несколько билетов в Кировский драматический театр на постановки, которые будут там в ближайшее время. Ну, и в гостях у нас, собственно, представители нашего драматического театра. Татьяна Котвицкая, замдиректора театра, замдиректора по организации зрителя. Очень интересная должность. Должность мне очень нравится, да. Может, нам тоже ввести на разворот? По организации слушателя. Организовали, все слушаем. Будем считать это твое заявление официальным. Ну, и Захар Пантелеев, режиссер. Ну, и режиссер. Куда деваться в театре? Должен же быть какой-то режиссер. Да, Татьяна? Поговорим сегодня о новых проектах драматического театра, о встречах со зрителями. Если не ошибаюсь, год уже прошел с момента выпуска постановки 18-25. Да, ровно год, и мы по этому поводу как раз-таки собирались недавно в кофейне и отмечали торжественно, как полагается, с тортом, чаем и поздравлениями. Спектакль продолжает идти? Да, конечно. Ну, вы знаете, на взгляд наших молодых зрителей, да, у нас разношерстная публика. Да, от 18 до 118, да. И на взгляд именно молодежи, это один из самых популярных и востребованных спектаклей на сегодняшний день. То есть вот мы сейчас с Захаром Дмитриевичем общались, сидели, да, пока вот, в ожидании эфира и вспомнили о том, что у нас уже 11 раз мы показали его на сцене нашего театра, мы его вывезли на гастроли в Йошкар-Аллу и более 5000 зрителей его посмотрели. То есть это такая официальная статистика, да. Это один из самых успешных спектаклей, можно сказать, драмы за последнее время. Я думаю, что за последний год можно смело сказать, что да. И пока точной даты неизвестно, когда он пока отложен на полку будет. Нет, конечно. Зачем об этом думать, я даже не понимаю, честно говоря. Пока зритель его любит, пока зритель ходит и желает его видеть, мы, конечно же, будем его играть. Напомните, о чем постановка для тех наших слушателей, которые еще не побывали на этой... Сейчас смотрим на Захара Дмитриевича. Автор-то пьесы у нас бывает здесь? Бывает, да. Да, автор. Юрий Иоаннушайте. Юрий Иоаннушайте. Да, ну, пьеса, инсценировка написана по роману Александра Дюма «Учитель фехтования». Ну и история, интересно, разворачивается в дореволюционной, а я бы даже сказал, предреволюционной России в начале 19 века. И там отражены, конечно, в основном события декабрьского восстания и что происходит, так сказать, с людьми во время этого события. Ну, а если кратко, приезжают французы из Франции, ищут работу. Такая Россия, Российская империя в то время была таким клондайком, и революции еще не было таких, и декабрьского восстания не было. Брожения уже всевозможные происходят. Брожения были, но они немножко так. То есть еще можно было хорошо заработать. Ну и на французов спрос был. На французов был спрос. На сколько она в школе училась. И оказывается, что он приезжает как раз накануне этого восстания, и тут закручиваются события, любовь, дуэли, шпаги, войны и прочее-прочее. Вообще, Захар, вопрос такой. Смотрите, говорят, что молодежи очень нравятся спектакли. Вроде тема-то 19 век. Отстой вообще, о чем? Почему молодежь повелась на это все? Вы знаете, я думаю, вот... Ни интернета там, ничего, ни фишек этих всех. Я сейчас постараюсь объяснить. У меня есть ребенок, ему три года скоро. И у меня жена говорит, расскажи ему сказку. А я ему рассказываю, значит, там, войну и мир бывает, Достоевского. Краткие пересказы, что ли? Ну, как уж получится. Я, кстати, этим же занимался, завтра тренировался. И он слушает, потому что ведь как рассказать. Да, от интонации зависит. От интонации. Ему по большому-то счету ведь все равно, что ты рассказываешь. Ему главное, чтобы вкладывал что-то такое. Мне кажется, по этому молодежи ходят, потому что интересно рассказано. Ну, я еще думаю, потому что там очень красивая картинка. Это очень стильно. Это, ну, не побоюсь этого слова. Это один из самых стильных спектаклей на нашей сцене. Он выполнен в красно-белых цветах. То есть абсолютно все декорации, костюмы и так далее. Ну, и плюсом задействованы молодые наши актеры. Это Евгений Моисеев, Марьяна Узун. Они исполняют главные роли. Это безумно красивые молодые люди. Естественно, когда девушки приходят посмотреть спектакль, они сразу же начинают писать нам в социальных сетях, кто исполнил главную роль, где найти этого человека. И, кстати, совершенно недавно... Зайдите на сайт театра в раздел «Труппы». Они все узнают. Все они узнают. Буквально недавно какая-то группа, либо типичный Киров, либо что-то вот такое массовое, было написано объявление о том, что мы разыскиваем молодого человека. Мы в другом спектакле, в «Тихом шорохе», тоже режиссер Захар Пантелеев. Мы разыскиваем главного героя Александра. Молодой человек, откликненько, не хочу с тобой познакомиться. На самом деле, было такое объявление. — Ну, просто есть же такой стереотип, что молодежь привлечь надо, что такие технические средства, чтобы были там какие-нибудь трансляции запредельные, что они там сидели, что-нибудь еще у себя там при этом активно участвовали. А здесь вот я смотрю так вроде, ну, понятно, стандарт, красивая сцена, красивые актеры. Это ведь, ну, в принципе, театр должен это делать. — Фехтование — главная фишка. — О, фехтование вообще прямо офигеть, как современно, да? — Нет, нет, это цепляет. Это очень красивая сцена фехтования, на самом деле. Все-таки вот меня как-то немножко удивляет. — А мне, знаете, еще кажется, почему? Потому что молодежь, она же особенно современная. Да и вообще молодежь всегда, она, не хочу никого убить, но она очень пытливая, она более пытливая, чем взрослые люди. Взрослые люди тоже как бы все время в поиске. Но молодежь, поскольку знаний все равно меньше, они все время пытаются их увеличить. А спектакль построен так, что это не просто созерцание картинки, оно заставляет вдуматься, заставляет додумать, заставляет, ну, пошевелить мозгами. И, конечно, молодежь это, мне кажется, подстегивает. Как это я молодой, это чего-то не понимаю. Нет, потому что я пойму, я пойму, я пойму. Люди идут второй раз, третий раз, чтобы добить уже, так сказать. — Потому что вот у вас же спектакль, это тихий шорок уходящих шагов, то есть там вот все-таки публика более взрослая идет, да? И вот как бы я слушаю, когда отзывы людей, которые посмотрели, они говорят, что как раз вот на нас это хорошо все падает, все это все, все в слезах уходят, там все прочее, прочее. Здесь вроде бы тоже, по идее, это той же публике бы идти. А идет молодежь? Вот это я все-таки не могу понять. — Все-таки разная форма, она по-другому. — Но это планировалось вообще изначально вот так сделать? — На какую публику? Нет, я не планировал, что это именно для молодой публики. — Ну, у нас же есть вот этот человек по организации зрителей, может, он какую-то нотку внес там в процессе работы незаметно от режиссера. — Нет. — Чтобы организовать именно молодежь. — Нет, мы как раз-таки думали наоборот, что охват будет аудиторией наиболее широкий. И я не скажу, что взрослые, достопочленные граждане не любят его. То есть у нас был Руслан Мамедов, который на самом деле в конце концов. — Взрослый? — Руслан, конечно. — Взрослый? — Конечно, но у него 18, 25. Поэтому он на самом деле написал потрясающий отзыв, и у него были глаза полные слез в финале, когда была последняя сцена. Он вышел весь растроганный, Захар помнит этот момент. Мы сами не ожидали, что взрослого человека может так что-то задеть в этом спектакле, затронуть. Поэтому нет, не было, и мы сами прощупывали эту аудиторию. Вот на самом деле сейчас уже будет 12-й спектакль в июне месяце, да, 16-го июня. И мы знаем о том, что... — Это какой, 18-25 или... — 18-25. И мы знаем, что это практически 80% зала — это будет молодежь, которая ждет, которая пишет и спрашивает, когда же вы его поставите. — А я помню, на второй премьере, когда, ну, на поклон режиссера выходит, бывает первую, вторую премьеру, я стоял и видел, как в первом ряду стояло несколько женщин преклонного уже возраста, и плакали, и хлопали очень громко, так что я думаю, что не только молодежь интересна. — Для себя делаю вывод, что прекрасный пол является в определенном смысле движущей силой, да, вы увидели красивого актера Женю Моисееву, да, а потом между собой шушукаются, там, Марин там такой клевый актер, давай сходим. — Мы на это тоже делали ставку. — Да, да, запрещенный роман, надо соблюсти регламент, озвучить возрастное ограничение 12+, а у тихого шороха уходящих шагов 14+, да, раз уж мы их озвучили, эти постановки. Небольшую паузу сейчас сделаем и скоро продолжим нашу беседу. Продолжаем тут размышлять в перерыве, чем же таким зацепила молодежь, молодую кировскую публику. — Спектакль «18-25». — Запрещенный роман, да. В студии у нас Захар Пантелеев, режиссер и Татьяна Котвицкая, замдиректора Кировского драматического театра по организации зрителям. Продолжаем наш разговор и что, как работаем со зрителем-то? Какие планы? — Планы у нас глобальные. Мы работаем, значит, ну, работаем уже год, практически решили выбрать тактику, это пойти на встречу нашему зрителю, организовывать встречи, посиделки, беседы, различные формы. Сейчас у нас очень популярна такая встреча, которая называется «Антракт в чайных тонах». Мы договорились на театральной площади возле театра с кофейней о том, что мы раз в месяц приходим с режиссерами, с актерами, собираем наших зрителей, то есть даем объявления в социальных сетях о том, что мы собираемся. Приходим, берем себе чай и полтора-два, два с половиной часа разговариваем об искусстве, о театре, о театре вообще в целом, да, о культуре. — Татьяна, там кофеянка ведь махонькая совсем. — Ну, 18-20 человек нас лазит. — Это вы уже так плотненько довольны? — Очень плотненько. — Очень плотненько. А может как-то это расширить? — Вы знаете, там очень уютно, и Захар Дмитриевич выносил предложение о том, что, может быть, у нас собираться в театре, но это будет немножечко не та атмосфера, потому что все-таки там у нас и актеры театра на Спасской с нами присутствуют, и не хочется, чтобы это было привязано только к Кировскому драматическому театре в том понимании, что мы говорим. О театре вообще в целом и о развитии театра. А ходит... — 18 мест, часть из них — это актеры, зрителей совсем мало получается. — Ну, у нас, обычно, где-то состав работников драматического театра 5-6 человек, не более остальные, конечно же, зрители. — Единственное пожелание, что, может быть, найти кофеенку чуть по... — Вы знаете... — Нет, мне очень нравится, я знаю, куда вы ходите, мне очень там нравится, сам там бываю сейчас довольно-таки, но она такая более интимная все-таки, там, скорее, вдвоем лучше быть, чем 18-ром. — Ну, для нас делают перестановку мебельную, мы садимся в такой творческий полукруг и общаемся. Нет, конечно, хотелось бы побольше иметь пространства, но у нас теплые очень отношения с бароном. Вот мы сейчас совершенно недавно открыли такую театральную полку. — С баристой или с барменом? — С баристой. — Открыли театральную полку, где у них представлены различные чаи, и к ним есть такие маленькие записочки от Кировдрамтеатра о том, что этот чай пьет на завтрак актриса Марианна Узун. Это любимый чай актера... — Ну, наверное, у Марианна Узун девчонки в очередь стоят за этим чаем. — Да, то есть полностью называется театральная полка и все чаи, которые любят наши ребята. — Когда последний раз была встреча? — Встреча была буквально на днях, 17 апреля. — 17 апреля. — А вы какую-то тему этой встречи задаете или как уже получится? — Нет, естественно, конечно, мы задаем тему, которую мы озвучиваем нашим зрителям и ведем. В этот раз, как я уже говорила, мы решили отметить день рождения Розового Медведя. Розовый Медведь — это один из главных персонажей постановки 18-25. То есть Мишке исполнился год. У него была очень яркая рекламная кампания в том году, связанная с ним. Он у нас пытался и в фонтан завести. — В театральной площади ходил. — Помнится, помнится, да. — Да, приставал к тетушкам, которые продают мороженое. Поэтому мы решили, что это все-таки такой яркий персонаж. — Компания была довольно-таки неоднозначная, но она свое дело сделала. — Да, да, да. — Хайп. — Хайп? Нет, хайп был реальный. Вот я просто шел и слышал, слушай, что он рекламирует этот Медведь. Говорит, наверное, вот такой-то фильм там. Нет в этом фильме никакого Медведя, понимаешь? — Еще и Розовый. — Может быть, партию какую-то. — Про это я не слышал. Вот я то, что думал. Ну, обычно же киношники ходят, да, в традиционных костюмах. А здесь как-то народ недоумения попал, и вот поэтому это хорошо сработало. — Ну, в одном из известных пабликов города Кирова высказали предложение, что это ко днюю ВДВ. Они решили образить свой праздник, потому что он фонтан залазил. — Да. — Он фонтан залазил. — Днюю ВДВ 2 августа. — Розовый медведь, днюю ВДВ. Ой, не знаю. — Во ближий день пограничника 28 мая. — Поэтому таким вот образом. Ну, отмечали сейчас день рождения ярко, с тортом, со свечой, где была написана единичка, пожелали ему показаться на сцене театра еще как минимум 101 раз, можно и более. И затем, конечно, были зрители. Честно скажу, что зрители стесняются. Прийти в такую обстановку, я себя представляю, да, когда ты приходишь посмотреть на любимых актеров и посидеть с ними вот в метре и попить чай, естественно, они скованы. Первые полчаса нужно вести беседу, и за это спасибо огромное Захару, потому что он всегда помогает и выручает меня. — Каким образом? — По большей степени первые полчаса мы с ним общаемся. — Да я балабол просто. — Да. — Вот как-то это все не очень занесно показать. — Так утро же, а не вечер. — То есть вечером будет сейчас все. — Да. — Дневные развороты, ночные вечерние. — Да, вечерние развороты. — А затем, конечно же, зрители раскрепощаются, начинают задавать вопросы, которые их интересуют. То есть почему, какие приемы используют, а почему именно эту пьесу в зале и так далее. — А, я понял. Захар, наверное, тебя что-то подливают в чай. — Я кофе пью. — Или кофе. — Поэтому он чай не пьет. — А вообще вот там на таком уровне вообще не вопрос-ответ, или зрители какие-то свои, может быть, предложения делают, там что-то вот такое. — Вы знаете... — Как может что-нибудь улучшить? — Есть, есть такое. Мы очень часто и критику слышим, и это вполне нормально, и я воспринимаю это даже положительно. — Например? — Ну, зрители могут сказать о том, что вот этот спектакль мне не нравится, потому что, потому что... — Это же прям так сразу? — Да, да. — Мне не нравится спектакль. — Сейчас у нас был вот как раз-таки такой момент, когда девушка сказала, что два спектакля мне категорично не нравятся, на остальные я хожу. И мы воспринимаем это положительно. Я для себя делаю в отделе организации зрителей о том, что да, то есть человека в 24 года на этот спектакль мы уже приглашать не будем. Значит, мы ей приглашим... — Ну, может быть, другой человек в 24 года с ноль сходят на этот спектакль. Тоже ведь это индивидуально очень вещь. — Нет, вы знаете, все-таки вот за опыт работы уже понимаешь о том, что все-таки мнение, оно общее складывается. То есть мы проводим очень часто различные опросы и в социальных сетях, и непосредственно с самими зрителями общаемся, и все-таки уже можем предугадать публику, что ей понравится и на какой возраст это будет. — Итог этих встреч, он заранее как-то спланирован все-таки? Или чем закончится, тем и закончится. Вот как люди разойдутся, каждый, чтобы высказался, как эта цель ставится? — Нет, вы знаете, они проходят в свободной абсолютно форме. Мы порой даже иногда переходим совершенно на другие темы разговоров, не говорим о театре. То есть это просто такая свободная дружеская беседа. Расходимся зачастую, но приходится останавливать и говорить, что все, спасибо большое, ребят, ну давайте будем закругляться. Потому что, по-моему, в первый раз, когда мы встречались в декабре, у нас около трех часов мы сидели, и мы просто не могли остановиться, и говорили, и говорили, и говорили, и уже потом перешли на глобальные разговоры об искусстве современном вообще в целом. У нас началась дискуссия по этому поводу. Поэтому нет, модерировать беседу всегда надо. — Кто непосредственно модерирует, то вы? — Да. — Каждый раз. В общем, следить за этими встречами можно в социальных сетях, в группе социальных сетей, в драмтеатре, заблаговременно, собственно. — Конечно, ну это ограниченное количество мест. Мы просим о том, чтобы записывались либо по телефону, либо в группу, за первые пару дней сразу же полностью список набирается. — Тем более список небольшой получается. — Небольшой, да. — Небольшой, да. Потому что, ну, бывает, конечно, кто-то не может прийти, кто-то приболел, поэтому мы сразу же обзваниваем, уточняем, узнаем, чтобы было определенное количество людей. Кстати, вот на июнь месяц мы запланировали очень интересную тему. Я думаю, что вот как раз-таки 18 человек это будет маловато, потому что хотим поговорить о поступлении в театральные вузы. Ну, это уже побольше разговор со школьниками, да, 11-классниками. — Профориентационная работа. — Вы знаете, даже нет, не профориентационная, а поговорить о том, как мы поступали, какие трудности у нас были. То есть мы все знаем понаслышке, да, что нужно басни, стихотворение, проза, о том, что вот нужно быть там самим собой и так далее и тому подобное. Но все равно у каждого из нас, кто поступал в театральные вузы, есть свои истории о том, как это было, что можно делать, какие-то курьезные, может быть, да, воспоминания. Поэтому я думаю, что поделиться с ребятами этим опытом будет полезно. — А что сейчас, кстати, задают в театральный вуз при поступлении абитуриента? Ну, наверное, зависит от направления, конечно. — ЕГЭ сейчас появится. — А, ну, ЕГЭ, да, это несчастная театра. — ЕГЭ-то ЕГЭ, но обязательно везде есть. — Если на артистах, конечно, басни, стихотворение, проза — это танец, это песня, вокальные данные проверяются. Ну, как обычно все. — То есть тут сильных изменений нет? — Проверяются пластические данные. Конечно, зависит от... Если на мускомедию, больше на вокал, наверное, упор идет. Если на драматическую, на драму, на кукольные, там свои тоже. Метр шестьдесят, пожалуйста, метр семьдесят не выше. Ширма все-таки. А так все... — Традиционно довольно-таки, да? — Все-таки театральные вузы, они более консервативные. В этом плане. Но это старая схема, она рабочая. Хотя вот, был один педагог, он очень здорово сказал, а я бы запретил рассказывать басни. Лучше рассказывать анекдоты. Я с ним совершенно согласен. — Анекдоты. — Анекдоты порой лучше раскрывают абитуриента, чем басни. Это же что-то такое басня, кажется. Хотя анекдот, он несерьезный, поэтому немножко абитуриент расслабляется и может рассказать веселый анекдот, и мы в нем что-то можем увидеть. — На выбор. — Да. — Тот анекдот, который ближе всего. — Да. — Это все-таки тоже скажут много абитуриенте. — Да. — А выбор — это тоже важно всегда при поступлении. Не только как ты читаешь, а что ты выбрал. Особенно режиссуру это даже важнее, чем ты как прочитаешь. — А вам, Захар, что эти встречи со зрителями дают в этой уютной обстановке? Как режиссеру что-то вынесли уже, возможно, использовали свои работы. — То есть Татьяна там рассчитывает, как работать дальше со зрителем. То есть у нее все понятные цели. Она там галочки ставит, крестики, нолики. А у вас как режиссера? — Для меня тоже интересна обратная связь же. Ты же что-то создал, произведение искусства, наверное. Как воспринимает зритель, какая-то дача. Я не скажу, что я там делаю пометку, да, это ему понравилось, я буду на это давить. Нет, ни в коем случае. Наоборот, для меня. Ага, понравилось, попробуем, значит, по-другому понравится ли другое. Не понравилось, усилим эффект, наоборот, этого, чтобы понравилось. Например, какие-то свои выводы делаю. Интересно же, как зритель... — Напомните, пожалуйста, Захар, свои работы на сцене драматического. Опять же, чтобы напомнить слушателей. — Сказка о потерянном времени у меня была. У меня был 3D, Дорога движения дети, тоже для детей. Дюймовочка вот нынче вышла зимой. Также «Тихий шорок уходящих шагов», «18.25 запрещенный роман». И также участвовал в спектакле, в постановке спектакля «Жизнь прекрасна». — «Жизнь прекрасна» — это где вот несколько... — Да, несколько новелл, там две из них мои. — Ясно. Всеми работами довольны? — Ни одной. — Все пошло как-то не так, да? И что-то вдруг пошло не так. — Я вообще такой критичный к себе относящийся человек. — Ну это тоже нормально, да? — Да, мне кажется, это правильно для режиссера. С удовольствием своей работой «До свидания». — Это не я сказал. — Чтобы делать следующие шаги, надо отталкиваться от чего-то. — Ну конечно. Нужно же ошибаться, а нет ошибок. И что по накатанной, одно и то же штамповать, это не искусство, это полиграфия. — Ну полиграфия тоже искусство. — Вчера был день полиграфии всероссийской. — Да? — Да. — Праздник полиграфии. — Принимайте, принимайте. — Это просто вечный вопрос, режиссер, кто художник или ремесленник? Кто он? Это вопрос, я не могу на него ответить. Как соединить две вещи тоже сложно. — Вы больше себя чувствуете кем? — Пока молодой художник, наверное. Лет через 20, наверное, да если доживу, по-другому буду думать. Знаю. Я не знаю, я думаю сейчас, это кажется мне правильным, через два дня может это покажется мне неправильным. Я не могу сказать, что я прав. Мне всего 30 лет, я не могу ни в чем быть прав. И не прав тоже. — Интересно. — Формат встреч со зрителем, где все-таки в зале сидит, извините, там сколько у вас зал-то? — 700. — 700, да, ну хорошо, там 500 человек сидит, здесь сидит перед вами 15, но все-таки это так вот получается выборочный. Люди приходят, те, которые наверняка почти любят драмтеатр, поэтому почти наверняка нравятся в зале, сидят разные люди. Я почему все время говорю, что какой-то формат такой немножко узкий, мне кажется, не репрезентативный. — А вы знаете, мне кажется, в другом формате он перестанет существовать, потому что здесь присутствует некая сакральность, я бы даже не побоялась слова интимность. Когда ты сидишь вот в этом, за этим столом в кругу, и вот здесь вот рядышком все с тобой ты можешь спросить, поговорить, обсудить, рассмотреть, то вот здесь именно на эту ставку мы и делали. Потому что мне кажется, что если будет в два раза больше количество участников этих поселелок, то это не будет уже таким вот интимным. — Именно это слово здесь, наверное, и применимо, потому что я говорю на самом деле, ну вот Захар подтвердит мои слова, что первые полчаса люди просто скованы. Они сидят, они смотрят на нас удивленными глазами. — Они живые. — Да, они живые, они еще и разговаривают. — Они говорят. — И затем они начинают ископощаться. Вот сейчас у нас так было с девушкой, она фанатка спектакля «18-25», пришли с молодым человеком, ну она узнала, именно пришла как на день рождения этого медведя, потому что любит спектакль. И она первые полчаса она сидела просто в уголке и молчала. И затем, когда, ну я уже как-то их немножечко раскрываю, подстегиваю, говорю, ребят, у нас вот есть такая сегодня классная кружка с этим медведем, с этого спектакля, специально сделанной для вас. За самый классный вопрос, который вы задите режиссеру, кружка уйдет к вам. И все, они начинают уже. И мысль уже все заиграла, в глазах уже появился огонек, и все. И она стала задавать вопросы, рассказывать свои впечатления, говорить, что ей понравилось, люди, которые этот спектакль не видели. И после этого они сказали о том, что да, мы заинтересовались, это здорово, прикольно, что на самом деле у вас там ходит священник с Ладаном, этот запах по залу, как это так? Все, интрига, и люди идут в театр. Мне кажется, еще есть проблема в том, что стесняются. Реклама небольшая сейчас должна быть. Продолжим наш разговор через полторы минуты рекламный блок. Ну что, продолжаем разговор с нашими гостами, сразу напомню, что у нас сегодня замдиректора Кировского драмтеатра по организации зрителя Татьяна Котвицкая, режиссер Захар Пантелеев. И мы говорим сегодня как-то вот странно, вроде люди-то из театра, а мы говорим в всяких вещах, которые вне театра происходят. То есть вот именно такая, какая-то такая параллельная деятельность, да, театральная, не совсем вот то, что на сцене. Что-то может быть еще об этом? Вот как раз-таки Захар там остановился, как-то была по поводу встреч со зрителями. Просто разу, молодежь, особенно молодежь, на этих встречах стесняется говорить, потому что они считают, что они скажут глупость какую-то, глупость. А я считаю, что в театре глупости нет. И на нее просто там невозможно. Просто нет того, чего невозможно в театре. Не разрешено. Ну это мое такое молодое мнение. Никаких запретов, все дозволено. Дерзаем. Ведь искусство это же всегда проба, это всегда открытие, всегда что-то новое. Без ошибки не появится нового, ничего. Так не бывает, что все сразу так понакатанное. И я просто даже не знаю, что глупого может спросить зритель. Даже представить не могу этого вопроса. Поэтому я как бы к зрителям хотел обратиться. Разговаривайте, пишите, обсуждайте. Глупости вы не скажете. Режиссеры больше глупости делают, чем вы. Это точно. Какие самые были интересные вопросы? Самые глупые вопросы? Это часть этой встречи самые глупые. Интересные вопросы. Ну, всех, конечно, интересовал розовый медведь. Почему он розовый? Почему он медведь? Кто в нем? Кто в нем? И кто придумал? Да. Ну, такая совместная с художником история, когда мы начинали репетировать, художник приехал в первый раз и выпускался другой спектакль для Дядюшкин Сом в то время. Мне не с кем было репетировать, я просто с художником поехал за тканями. Она говорит, впервые в жизни со мной режиссер едет за тканью. Я говорю, ну, может, что-нибудь помогу? И пока она выбирала для костюмов, я остановился у стеллажа и там мех и розовый мех. Я на него смотрел, смотрел. Она подходит, чего смотришь? Я говорю, а может, медведь будет розовый? И она мне отвечает, я боялась тебе это предложить. То есть мы об одном подумали, я говорю, значит, он будет розовый. Все, решено. А публика, кстати, на этих встречах одна и та же? Нет, разная. Разная, всегда разная. Или есть люди, которые из раза в раз все-таки один-два человека? Только Татьяна. Только Татьяна. В общем, давайте, ладно, я думаю, что широко осветили эту тему. Поклонники театрального искусства, следите за анонсами встреч в социальных сетях. Кировский драматический театр, заранее, в общем-то, есть предупреждение, записывайтесь и попадайте на эти уютные встречи, беседы. Мы хотели еще поговорить про проекты, Театр-то модно? Да, на самом деле у нас за последний год как-то зародилось, прижилось множество проектов, и один из них, Театр-то модно, Николай как раз-таки принимал совсем недавно участие в этом проекте. Проект интересен тем, что это такое своеобразное социологическое исследование. Мы приглашаем довольно-таки известных людей нашего города в театр, с которыми мы проводим беседу и интервью. Обязательно творческих? Нет, мне кажется, самое интересное именно в том, что люди, которые, может быть, и к театру отношения большого не имеют. Да, вот в этом как раз-таки как раз и Захара продолжит. Те люди, которые, в принципе, могут сморозить глупость, потому что они, может быть, не знают терминов театральных, какие-то тонкости, процессы, не знают, что происходит в мировом театре, что модно, что не модно, что там катится, что нет. Мне кажется, самый интерес в этом проекте то, что люди просто говорят то, что они думают. Как скажут, так скажут. Мне кажется, вот это здорово. Да так и должно быть. В театре же тоже режиссер говорит, как говорит, своим театральным языком. Своим театральным языком. А тут я прихожу и что-то начинаю. Но тут же человек не в театре, а мы же тоже, я же в жизни не начинаю говорить что-то там, не начинаю разыгрывать спектакль на столе, я же говорю, как обычный человек. Может, кто-то и начинает разыгрывать спектакль. Татьяна, простите, хочу сбить вас все-таки с мысли, но мы вначале заявляли о том, что собираемся сделать небольшой мостик к культпоходу, который будет очень скоро. У вас под руками билет, который вы принесли, озвучьте, что это за постановки. Мы сейчас хотим их разыграть, с вас будет вопрос. и напоминаем номер нашего телефона. Так, что принесли? Озвучьте, пожалуйста. 16 июня в 17.00 спектакль «Запрещенный роман». Как раз тот самый, о котором мы говорили и которому исполняется год. Июня. Июня. Прошу заметить, служители. Вот это все на «Запрещенный роман». То есть каждый билетик на двоих. На двоих. На двоих. И всего-то у нас пятих. Да. От сердца, от сердца. Принимаем коллективные звонки. Захар, с вас вопрос. Ну, вот такой вопрос. Есть у нас в театре замечательный артист Владимир Шишлянников. Очень хороший артист. И он исполняет в этом спектакле несколько ролей. Я бы хотел спросить у зрителя, сколько ролей он исполняет. Две, три, четыре или девять? Две, три, четыре или девять? Две, три, четыре, девять. У меня с математикой плохо. Да нет, как раз хорошо, по-моему. 211, 101. Да, билеты в театр на середину июня. А у нас тут кто-то на телефоне есть, Владимир? Я думаю, коллеги-то наши, которые занимаются новостями, услышат, конечно. У нас тут небольшое убавление. Убавление в студии небольшое. Спасибо, Даша Топозлеева, редактор нашего сайта kirova.ru. Да. Театр это модно. Возвращаемся. Подробней. А там уже ответ дают. А, есть уже. Алло, добрый день. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, попробуй отгадать. Это Светлана, да, нам дозвонилась? Да. Да. Узнаем вас. За 9, говори, Светлана. 9? Даже для Владимира, к сожалению, это много. Ну, тогда 4, а два варианта ведь можно. А это совершенно правильный ответ. 4? Я сейчас, наверное, поясню. Конечно. Все обычно говорят 3, потому что Владимир исполняет роли двух императоров сразу и роль одного из принцев, царевича, братьев. Но есть у него четвертая, скрытая роль, это как раз роль розового медведя. Вау, так вот это кто. Вот он. Он, кстати, похожий, по жизни похожий. Он такой немножко медвежистый, мужиченка. Светлана, в общем, выиграли вы билеты на запрещенный роман 18.25. Вы знаете, где можно забрать. Вы наша постоянная слушательница-победительница, так что всего доброго, билеты ваши, приходите к нам. Спасибо. Следующий вопрос давайте сразу зададим. Также в спектакле есть роль учителя танцев, который исполняет артист Владимир Севастьянов. И вот учитель танцев всегда путешествует с музыкальным инструментом. Я хотел спросить, какой это инструмент? Это скрипка, гитара, флейта или фортепьяно? Путешествует постоянно со скрипкой, с гитарой, с флейтой или с фортепьяно. Ну, я бы, конечно, ответил фортепьяно. На нем даже удобнее путешествовать. На нем удобнее путешествовать. Особенно подождем, когда лед, можно катиться, на нем взгоноскопы. На нем плыть можно, да? Плыть. Точно, на нем еще плыть можно. На наших улицах фортепьяно просто незаменимый. Давайте этот звонок еще примем, и в оставшиеся три минутки поговорим о театре. Это модно. Добрый день, вы в эфире, как вас зовут? Алло. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Михаил. Михаил, ваш ответ. С чем путешествовал? А я предположу, точнее, что он со скрипкой путешествовал. Совершенно правильно. Вот так вот, сразу и бинго. Так, Михаил, вы у нас уже участвовали, кстати, в культпоходах? Да. Знаете, куда можно прийти, ведь за билетом? Да. Ну, где наша редакция находится? Так что можете подходить. Да, конечно, подходить в рабочее время. Спасибо, еще раз вас поздравляем. Так, все, продолжим розыгрыш уже через 20 минут в культпоходе, вернее, чуть попозже, конечно, у нас там с гостем еще беседа будет. Проект, театр это модно. Театр это модно. Театр это модно. Я, кстати, сказал, что театр это не модно. Да, вот как раз таки. Я вспомнил, Значит, ну, смысл предельно прост, мы общаемся. Куда приглашается? На сцене сидит человек? Нет, нет, мы приглашаем наших гостей в театр, находим с фотографом локацию, где проходит фотосессия. Фотосессия либо персценифицированная, может быть, либо, может быть, в плане беседы она, может быть, отдельно, то есть различные варианты есть ее. И после фотосессии мы общаемся где-то, ну, порядка, может быть, полчаса беседа занимает, разговариваем о театре вообще в целом. И последний вопрос, который я задаю нашему гостю, спрашиваю, театр это модно? Николай ответил, что нет. Да, я ответил, что нет, но чтобы меня сразу правильно поняли, я ответил, что нет, театр не модно, потому что мода это нечто такое, приходящее довольно. Да, сегодня модно, а ты сегодня, ой, да все, ты уже не модный. Вообще, в театральных таких узких кругах это вообще ругательное слово. как бы я сказал, театр не модный, театр это очень важно, театр это нужно, но все что угодно. Это спорный вопрос, Театр это нужно. Театр это нужно, Я всегда говорю, что театр — это вот такая вещь, которая, ну, его может в твоей жизни не быть, да? Может не быть. Но это будет немножко не то. Вот если добавить, это как очень важная такая специя в блюдо, которая просто нужна, чтобы жизнь была полноценной, да, с полным ароматом, с полным запахом. Это такая моя мысль, я ее высказал. Ну, это такой риторический, даже, я бы сказала, провокационный вопрос. Потому что люди всегда на него реагируют по-разному. Ну, и после того, как мы пообщались, мы делаем интервью, фотограф скидывает свои фотографии обработанные и делаем пост, пост-картинку с цитатой этого человека, который был приглашен, который раскрывает тему этого проекта. Вот, на сегодняшний день более, ну, 15 человек уже приняли участие в проекте. И на втором этаже фойе нашего драмтеатра зрители видят выставку, фотовыставка, где присутствуют все фотографии и все эти высказывания. Возрастные есть ограничения на этих встреч? Нет, конечно. Нет, ноль плюс прямо. Да, ноль плюс. А кто из известных людей уже, кроме Николая, принимал участие? Генеральный директор Сбербанка, с него мы начинали, с подвального затем. Который уже не работает у нас в городе. Да, с него мы начали в сентябре этот проект. Но я не думаю, что то, что он уехал, связанное как-то с этим проектом. Нет, 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 нет. Ну, это, конечно, внутренний перештанок. Юлия Андросова. МИД. МИД тоже уехала, да, совершенно недавно. Опасный проект. Вот это уже, да, слушайте, уже как потраивается. У вас какой-то портал, видимо, пришел на встречу. Раскрывают людей. Лариса Алексеевна Есенина, это релот. Роман Мамедов, ведущий шоумен. Братья Боковые. Братья Боковые, как ведущие, тоже были свадебная ивент-культура. Мария Сюткина была, это тоже туда, так вот просто сходу вспоминаю. Анна Павлова, это нежный бизнес и королева бизнеса. А кто из планирующихся? Из планирующихся. Ну вот сейчас я веду переговоры с одним из известных художников, потому что хочется услышать их мнение тоже. Вот. И представителям правительства Кировской области. Ага. То есть чиновники, то есть круг, в общем, гостей, он такой безграничный. Да, да. Ясно. Спасибо большое. Спасибо большое. Удачи. Следите за новостями о Кировском драмтеатре в соцсетях. На сайте, собственно, театра. Благодарим наших гостей. Татьяна Катрицкая и Захар Пантелей. Всего доброго. До свидания. До свидания. Удачи вам и новых проектов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова